70 лет назад его построили для обеспечения голубым топливом столицы, но с тех пор московский газоперерабатывающий завод значительно расширил производство и сферу деятельности. Его продукция востребована не только в энергетическом секторе, но и в металлургической, химической, пищевой, медицинской, космической и оборонной областях. Поздравить сотрудников завода с большим юбилеем приехали представители администрации и депутатского корпуса. За хорошими производственными показателями стоит большой и огромный труд всего вашего коллектива, в котором каждый специалист ответственно и грамотно выполняет свою работу. Особые слова благодарности и признательности хотелось бы сказать ветеранам. Хотелось бы пожелать вам развития, покорить все мировые рынки, быть на первом месте, двигаться только вперед. По традиции наиболее отличившимся сотрудникам вручили грамоты и памятные подарки. Не забыли и о ветеранах. К тех, кто помогал развивать завод, не покинул его в трудные 90-е и внес свой вклад в процветание предприятия. Вера Васильевна Трудова помнит, как все начиналось. На московском газоперерабатывающем заводе она с 1976 года. Пришла работать воспитателем в ведомственный сад и благодаря предприятию нашла свое истинное призвание. Устроилась сначала лаборантом, закончила институт и в результате стала главным метрологом. Работает и по сей день. Коллектив был такой хороший, так интересно было работать на заводе. Хочу пожелать руководству, работникам завода спасибо, с кем работала и сейчас работаю, за работу в выполнении сложнейших задач для достижения целей завода. И заводу жить, работать и процветать. Сейчас Московский газоперерабатывающий завод – это высокотехнологичное предприятие, выпускающее свыше 80 тысяч баллонов газовой продукции в год. Именно здесь в далеком 1954 году стартовало первое производство сжиженного природного газа. Здесь производится система управления газовыми заправочными станциями, так называемые САУ – система автоматического управления. Здесь производятся газовые колонки. Кстати говоря, наверное, единственное предприятие в стране, которое освоило полный цикл отечественных колонок. Московский газоперерабатывающий завод – это также четыре химико-аналитических лаборатории, последняя из которых открылась в этом году в развилке. В химической лаборатории у нас проходит несколько ГОСТов на подтверждение соответствия качества продукции. То есть методом титрования можно делать на меркоптановую серу, сероводород – очень важные показатели. В природном газе, в капремированном газе еще есть клонометрический метод. В планах руководства – расширение производства, дальнейшее развитие предприятия и улучшение трудовых условий своих сотрудников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.